В бюджете города будет предусмотрено 50-процентное авансирование на выполнение услуг и работ по муниципальным договорам. У городской думы появится собственный сайт, а муравленковские дети смогут полноценно отдохнуть в городе и за его пределами. Эти и другие решения были приняты сегодня депутатами на очередном заседании. Чтобы минимизировать риски поставщиков по муниципальным договорам в условиях санкций, в бюджете муниципалитета предусмотрено 50-процентное авансирование работы услуг. Ранее эта норма распространялась только на строительную отрасль. По решению депутатов она начнет действовать в отношении и других договоров. контракта. Это за собой влечет также увеличение банковской гарантии. Обращения строительных подрядных организаций в комиссию уже были, они удовлетворены и данная мера позволила им закупить стройматериалы. Утверждение регламента городской думы, следующий вопрос повестки дня, поправки затронули 10 статей. Одно из основных изменений, вносимых в документ, это создание собственного сайта представительного органа. В связи с переходом органов местного самоуправления на единую платформу официальных сайтов органов местного самоуправления и органов местного самоуправления муниципальных образований Ямал-Ненецко-Автономного округа, со второго квартала 2022 года официальная информация городской думы будет размещаться на собственном сайте, в связи с чем внесены тоже соответствующие поправки. Далее по повестке депутаты заслушали информацию о подготовке к летней кампании по отдыху и оздоровлению детей. В этом году выездным отдыхом будет охвачено около 500 человек. Дети смогут отправиться в лагеря Крыма, Краснодарского края и Юго-Тюменской области. Причём на дальние расстояния при движении самолётом по инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова их будут сопровождать авиаволонтёры. Будет организован отдых и на территории города планируется открытие пяти пришкольных лагерей, посетить которые за три смены смогут 750 детей. Для них подготовлена масштабная развлекательно-познавательная программа. А подростки смогут отдохнуть и поработать в трудовых отрядах несовершеннолетних. Губернатором Ямала 22-й год объявлен годом экологии. Ключевой задачей становится вовлечение в эко-процессы молодёжи. За летний период планируем трудоустроить 450 человек. Впервые введена система подачи заявок на временное трудоустройство в электронном виде. Трудовые отряды уже сформированы. В этом году ребят оденут в брендированную рабочую одежду. Также в рамках кампании будет реализован проект «Выкинь мусор из головы». Подростки будут работать и одновременно слушать в наушниках шедевры мировой литературы и классическую музыку. В завершении заседания депутаты единогласно поддержали решение коллеги Олеси Литвиновой о досрочном сложении полномочий в связи с переходом на муниципальную службу. Следующее заседание Думы состоится в конце мая. Эрнест Бавшин, Андрей Нагибин, Новости Муравленко.